Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, о-о-о, это самое Вот знаете, кстати, почему ведущие первого молодёжного все такие вот длинноволосые? А потому что волосы очень богаты животворным веществом, тем самым которым в далёкие времена лечили, духов отгоняли и даже, даже урожайность повышали, прикладывали волосы к пальмам. Ну, историю про Самсона, которого лишили сил парикмахерским способом, вы уж точно помните. Поверь я, может, и врут, но мы тут на всякий случай не стрижемся, чтоб то самое животворное вещество не растрачивать. Иначе, зритель, нам будет нечем с тобой поделиться. Это первая молодежная программа для тех, кого обсуждают бабушки-соседки, и кто пока еще верит, что в ночных клубах действительно интересно. Я Валентин Тюрин. Привет, а я Карина Атальянс. Сегодня ты увидишь, как молодежь Орла призывала курильщиков обменивать сигареты на конфеты. Еще узнаешь, зачем в гости к школьникам и студентам идут сотрудники пенсионного фонда. А один китаец покажет тебе свой ноутбук и расскажет о своей культуре. Ну? Поехали! Конфета за сигарету. Это девиз антитабачной акции, организованной орловской молодежью и приуроченной к Международному дню отказа от курения. Сигареты на конфеты меняли активисты движения Патриоты Орловщины. Так шоколадно-карамельно они решили пропагандировать здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек. Ну, давай же считать, розданные чупа-чупсы. Сигарета – это яд, будем кушать шоколад. Такая речевка вполне подошла бы в качестве ответа для каждого, кто заинтересовался стайкой студентов. А что это вы здесь делаете? Вдруг решивших украсить фойе ОГУ антисигаретными плакатами. Это активисты молодежного движения Патриота Орловщины, которые вместе с региональным УМВД, Орловским отделением Красного Креста и движением Трезвый Орел устроили акцию против табака. Повод празднования Международного дня отказа от курения, который выпадает на каждый 3-4 ноября. Здесь можно было не только ознакомиться с антитабачной пропагандистской иллюстрацией, но и принять участие в конкурсах и викторинах, что тоже поощрялось конфетами. В каком году в нашей стране принят Государственный Дума и Федеральный закон об ограничении курения табака? Главный же пункт акции заключался в одаривании сладостями тех, кто не курит. Им конфеты доставались просто так, за заботу о своем здоровье. Курильщикам же предлагали меняться. Сигареты в обмен на леденцы и шоколадки. Тех, кто внял уговором, призывали произвести самосуд над сигаретой. Работает несколько точек, где будет какая-то такая акция. Это будут точки на сквере Гуртьева, на площади Ермолова. И сквер Героев Комсомольцев мы взяли, включая все пространство здесь, до остановки Чайка. Студентки рассказывали, почему курить вредно и что не курить сейчас модно. Полиция рассказывала, где курить нельзя и какой за это штраф. За 10 месяцев текущего года сотрудниками полиции было составлено более полутора тысячи административных протоколов. Большинство административных протоколов было составлено в отношении нарушителей закона о запрете курения. Подобные акции, ставящие цель отучить от табака не только убеждением, но даже играючи, периодически проходят по всей стране в вузах, сузах, школах, библиотеках и на улицах. Проводят их не только полицейские и общественники, но даже политические партии. Но все эти задействованные в акциях силы равны силе всего-то двух пальцев. И сил этих достаточно у каждого, кто еще курит. В школы, колледжи и прочие учебные заведения зачастили сотрудники пенсионного фонда. Они рассказывают о том, зачем нужен ПФР и как реформируется пенсионная система. И о том, что о своей старости надо думать прямо сейчас. Готовить, так сказать, сани летом. В общем, мы на один такой урок напросились. Прошел он в техникуме путей сообщения. Чтоб ты знал, со следующего года вводится новый порядок формирования пенсионных прав и расчета размера пенсии. Теперь она будет формироваться в пенсионных баллах. Чем больше баллов будет начислено к дате выхода на пенсию, тем выше будет ее размер. Правила формирования пенсии важно знать прежде всего молодым людям. А не только тем, кто уже собрался выходить на заслуженный отдых. Как-то так и начинают свои выступления сотрудники отделения ПФР по Орловской области и управления ПФР в городе Орле и Орловском районе. Именно они и проводят своеобразные пенсионные уроки, должны помочь молодежи сориентироваться в столь непростом деле. По этому вопросу никто не может ни разъяснить, ни подсказать, потому что родителям, бабушкам, дедушкам пенсия назначалась по другим правилам. Вынуждены признаться, даже мы в этом не разбираемся и никак помочь тебе не можем. Поэтому встретишь пенсионного специалиста, лови, но не ворон. В общем, справедливо считается, что сейчас молодые люди входят во взрослую жизнь, не вооруженные пенсионными знаниями. Поэтому прошедшая уже дата, 15 октября, и была объявлена единым днем пенсионной грамотности для учащейся молодежи. И пошло-поехало. Был дан старт информационно-разъяснительной кампании, в рамках которой уроки вроде этого и проходят в каждом районе области. И будут идти вплоть до конца года. На сегодняшний день мы уже побывали в более чем 20 учебных заведениях города Орла. Это школы и среднее профессиональное образование. И маленькое дополнение в тему для тех, кто любит читать. В чем разница между белой и серой зарплатой? Что такое СНИЛС? Как выглядит пенсионная формула? Ответ на эти и многие другие вопросы теперь можно получить не только от лекторов ПФР, но и специальных учебников, придуманных ради твоего пенсионного образования. Во как! Пропустил пенсионный урок? Не беда. Спрашивает такую брошюру в библиотеке своей Альмаматор. Там все не так уж и просто. И в рамках одного сюжета мы объективно не можем объяснить тебе все нюансы, детали и заморочки. Иначе выше вместо описания агитационной работы ПФР мы объяснили бы, что именно надо делать. Ну, чтобы на пенсии походить вот на этого старикана. Раз миллион, два миллиона, три миллиона, четыре. А в центре своевременного искусства прошло очередное мероприятие из цикла интеллектуальных встреч с общим названием «Свежая лекция». Это молодежный образовательный проект, дающий тебе возможность удовлетворять свои интересы. Не в Википедии и не за партой, а повидавшись со специально найденным ради такого дела спикером из числа людей, добившихся какого-либо успеха. В этот раз таким человеком стал Ши Хун Шен. Давайте скажем ему вместе «ни хау». Ну, привет, то есть. Это не реклама китайского ноутбука, как могло бы показаться. Это гость из Поднебесной рассказывает про иероглифы, демонстрируя их собравшимся на подвернувшемся мониторе. История и техника изображения иероглифов не единственная, о чем шла речь на этой свежей лекции. Это музей Угун, как на этаже. Ши Хун Шен – директор Центра по изучению России Аньхойского государственного университета КНР. Главный редактор журнала с названием «Изучение русской культуры». И еще он – выпускник филфака ОГУ, знаток русского языка и литературы. Написал, между прочим, диссертацию о творчестве Шукшина на русском языке. Кстати, в «Орел» Ши Хун Шен приехал по работе. Пользуясь случаем, решил повидаться с друзьями, преподавателями, коллегами. Видимо, во время встречи этих и был подхвачен под белые руки устроителями свежей лекции. Гости из Китая попросили познакомить молодых орловчан с культурой и историей его страны и другими словами, Ши Хун Шену пришлось рассказывать про народные песни, обычаи, искусство, архитектуру. И ведь не удержались собравшиеся, поговорили про политику. Но главный вывод, сделанный на этой свежей лекции, следующий. Проект, как-то так получилось, уже вышел на международный уровень. Присоединяйся заради доп. образования и налаживания новых, неформальных, но обязательно полезных социальных связей. Пришло время для нашего традиционного интернет-обзора. Еженедельно мы знакомим тебя с тем, что было интересно орловским блогерам и твиттерянам. Ну, если судить по их постам, комментам и загруженным фоткам. На этой неделе Орел наводнили звезды, и интернет-маны не смогли не поделиться смачными фотками. То в ленте мелькнет Андрей Мерзликин с экскурсией по Спасскому Лутовиново, то по Реченков и по Ветким с показом фильма и беседами со зрителем. Ну а Animal Jazz решили не креативить и просто приехать в Орел с концертом. А те орловские блогеры, которые не на других любят смотреть о себя, показывать активно по стиле о посвящениях студенты, студенческих же тусовках и творческих успехах. Это «Назад в туловище» рубрика про домашних любимцев. У тебя уже есть кот или карликовый поросенок? Смотри, кого еще ты можешь приручить. Они неприхотливы в еде, не портят домашнюю мебель и не оставляют после себя шерсти и запаха. Это гантели. Если вздумаешь поселить их у себя в комнате, тебе пригодится наш очередной физкультурный совет. Итак, две гантели, вообще все мышцы и одно упражнение. Упражнение это на качалочном языке обозначает суперподход. Это когда делаешь кучу разных движений, а все они считаются как одно. Суперподход к гантелям нам демонстрирует Алексей Игнатьев, фитнес-инструктор, которого мы время от времени мучаем просьбами что-нибудь да показать. Итак, вот тебе полноценная тренировка всего за 15 минут, ну или 10. Прими упор лежа, гантели в руках. Чтоб они не укатывались, примени смекалку. Потом отожмись. Как вернешься в исходное положение, подтяни гантель к груди. Из упора лежа развернись в плечах, подняв руку к лампочке. А теперь прыжком прими упор присев, чтоб потом подняться во весь рост. Напрягай проступившие бицепсы, согни руки в локтях и вместе с этим сделай какой-нибудь ногой выпад вперед. Вернувшись в стоечку, выжми гантели над головой. Теперь вернись в исходное положение. Если понравилось, можешь в этот гантельный балет добавить еще каких-нибудь движений. Например, выпрыгиваний или бросков. Делай с гантелями то, что делают в армии с гранатой. Подобные сложные и энергоемкие упражнения нагружают тело во всех плоскостях. Сочетается нагрузка наверх и низ. Непривычные комбинации увеличивают стресс-реакцию организма на нагрузку. Подобные упражнения ускоряют обмен веществ и увеличивают метаболический отклик организма. Эффект такого упражнения продолжается до нескольких часов после тренировки. А на сегодня у нас все. Увидимся через неделю. Пока. Мы есть в телевизоре в группе Первый областной ВКонтакте и на Обл.1.ру. Счастливо.